Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Слава нашему Искупителю, слава Спасителю рода человеческого, Иисусу Христу! И сегодня, в 21-м столетии, по-прежнему, как и 2000 лет назад, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Ни его матерь, ни его друзья-апостолы, ни тысячи и тысячи пророков, апостолов, евангелистов, мучеников, миллионы мучеников на этой христианской нашей земле сегодня не смогут спасти никого из нас. Ни ангела, собравшись с себя разом, не смогут спасти даже одного грешника. Но кровь Иисуса Христа, божественная святая кровь, она и сегодня омывает от нас, как сказано в Священном Писании, от всякого греха. И сегодня от всякого греха Господь спасает, Господь исцеляет, Господь освобождает, как и 2000 лет тому назад. Слава Богу! Дорогие друзья, конечно, я спешу еще раз поздравить с наступившим 2012 годом каждого из вас и с Рождеством Христовым. И хотя мы не знаем точный год рождения Иисуса Христа, но мы предполагаем, что это могло быть 2012 лет тому назад. Хотя сегодня уже ученые, исследователи Библии однозначно доказывают нам, что это не могло быть самого рождения Христа, не могло быть 2012 лет тому назад, а было немного ранее. В частности, указывается, что как минимум три года ошибки в Средневековье при вычислении даты, возможно, даты рождения Христа, допустили монахи, исследователи тогдашние средневекового, раннего Средневековья. Но, хотя мы не знаем точный год рождения Христа, ну, конечно же, мы не знаем даты его рождения. Это было и не в декабре, и не в январе однозначно. Как сегодня уже, можно сказать, однозначно христианские проповедники утверждают в разных деноминациях, в том числе и в православной деноминации. Я как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, как православной обновлении с реформатор, я каждый раз в последние годы, это, думаю, заметно, я проповедую в разных церквях, бывая у баптистов, писятников, бывая у католиков, лютеран, евангельских других конфессий, христиан, не говоря уже про служение в наших православных церквях. Я говорю каждый раз, что мы не знаем даты рождения Христа, но самое главное не в том, а самое главное, чтобы Христос сегодня родился в сердцах людских. Пусть сегодня Господь, Он родится в сердце твоем и моем, в сердце человеческом. И пусть Он не просто родится, но пусть Он царствует в нас. Слава Иисусу Христу, Царю Царствующих, Господу Господствующих. Слава Богу! И, дорогие друзья, я проповедовал на праздник Рождества, 25 декабря, на праздник Рождества Христова по новому стилю в России. Я проповедовал в городе Костроме. Я думаю, некоторые из вас уже видели записи здесь на YouTube, в социальных сетях Одноклассники, Майлеру, Фейсбук, в очень разных сетях социальных, где сейчас обновленческое движение набирает силу информационную, потому что реформация начинается всегда с информации. Бог нас так создал, что вначале было Слово, и мы созданы именно Словом. И, в общем-то, все начинается со Слова в нашей жизни. И мы просим, мы молимся к Богу о реформации Православной Церкви. И это очень хорошо, это правильно. Я думаю, что в 2019-м мы, в этом наступившем году, мы продолжим это. Но очень важно не просто говорить это к Богу, а ставить на повестке дня именно в молитве тему реформации Православной Церкви, но также доносить как можно чаще и больше до людей саму эту истину евангельскую, говорить об Иисусе Христе как единственном Спасителе. И, конечно же, говорить о необходимости перемен реформы в Церкви, в Православной Церкви, ну и, конечно же, вообще в мировом христианстве. Потому как, как православный человек, как священнослужитель, я ни в коем разе не отделяю свою динаминацию от Вселенского Тела Христова, от всей Церкви, потому как православная динаминация, как и протестантские церкви, католическая церковь. В общем-то, мы все являемся частями одной церкви, потому что Господь говорил о создании одной церкви, не о множестве церквей, хотя есть много церквей на самом деле, и поместных церквей, и, значит, как динаминации, порой не очень такая дружная наша христианская семья, чего греха таить, я думаю, многие из вас это прекрасно понимают. Но Господь у нас один, вера у нас одна, вера Христова, христианская, и мы славим одного Господа, Иисуса Христа, и идем в одни небеса. И вот, дорогие друзья, я упомянул, что проповедовал в Костроме, в России, в старинном русском городе, на праздник Рождества по новому стилю, но спешу рассказать также, что я собираюсь в Украину в эти дни и буду проповедовать 8 января, буду проповедовать в городе Днепропетровске. И поэтому всех вас, дорогие друзья, кто проживает из вас в городе Днепропетровске или в области, или же в эти дни являются гостем этого красивого, живописного такого города, где сегодня Бог поднял очень много новых таких церквей, нового поколения, нового формата, евангельских церквей, я хочу вас пригласить на уникальные богослужения, которые проводит Духовный Центр Возрождения. Я буду в гостях в очередной раз в Духовном Центре Возрождения в городе Днепропетровске. Я напомню, это будет 8 января. Это будет рождественское богослужение, праздничное богослужение. Я буду проповедовать Слово Божье. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы также. И, дорогие друзья, я думаю также, что эта запись, запись, имею в виду запись богослужения, запись этой проповеди будет также выставлена в сетях, в социальных сетях, чтобы как можно больше людей смогли это все услышать и увидеть своими глазами. Слава Богу! И прошу вас в эти дни молиться об обновленческом движении, как в Днепропетровске, в области Днепропетровской, так и по востоку Украины, да и по всей Украине. Потому что сегодня мы очень нуждаемся в том, чтобы Господь Бог всемогущий выстал своих делателей на великую жатву, на жатву последнего времени. И сегодня Господь оказал нам великую честь, в частности мне, как православному реформатору, нести Слово Его погибающему поколению. Потому как и сегодня мы вынуждены факт констатировать, и я, как проповедник, это часто цитирую, то, что говорил еще наш Господь Иисус Христос, это записано в Евангелиях, он говорил, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И он подчеркивал, Господь наш Иисус Христос, что немногие находят этот путь, эти врата. И на самом деле не так-то много людей сегодня, к сожалению, находят этот узкий путь, который сам Господь Иисус Христос для нас, людей, пришедшие на эту землю грешную, и пострадавшие, и умершие, для искупления рода человеческого. Дорогие друзья, те из вас, что смогут быть в Днепропетровске 8 января, я хочу сейчас продиктовать телефоны контактные. Вы можете позвонить по телефону, поинтересоваться, где будет проходить богослужение, во сколько. Более подробно братья и сестры вам ответят, как раз именно Днепропетровские. Это можно сделать прямо сейчас. По телефону 067-562-69-41. Я повторяю, 067-562-69-41. А также другой телефон 063-292-59-51. Я напоминаю, 063-292-59-51. А также хочу сейчас продиктовать вам телефон, очень важный такой телефон, номер телефона горячей линии, молитвенной горячей линии. То есть, если у вас есть проблема определенная, с удовольствием я, с удовольствием пастор Владимир, с удовольствием пасторы и лидеры служений христианских, там в Днепропетровске помолятся за вас. Вы можете звонить прямо сейчас. Кстати, если вы звоните не из Украины, а из-за пределов Украины, то напоминаю, что вы можете перед тем ставить как раз в вашем мобильном телефоне код Украины 38 или плюс 38, а потом набираете 056-788-49-59. И также вы можете набрать другой номер 056-716-25-90. Вот это номера. Я напоминаю последний номер, наверное, молитвенной горячей линии 056-716-25-90. И, дорогие друзья, в Духовном Центре Возрождения города Днепропетровска я уже бывал неоднократно. И пастор, дружу дано уже с пастором Владимиром Мунтианом. И это помазанник Божий. Я думаю, многие из вас, дорогие друзья, уже видели записи со служением этого мужа Божьего. Вы, может, видели записи проповеди его или же вообще записи богослужений Духовного Центра Возрождения. Если вы еще не видели, то я просто настоятельно рекомендую вам прямо сейчас набрать на Ютубе или еще где-то в социальных сетях русскоязычных пастор Владимир Мунтиан, Духовный Центр Возрождения. И вы попадете как раз на страничку либо самого Духовного Центра Возрождения. Вот сейчас у меня открыто Regeneration in UA. В общем-то, Духовный Центр Возрождения написано у меня здесь как раз на страничке. Или же на других страницах вы увидите, конечно же, много видеозаписей. Я просто рекомендую познакомиться с этим служением и молиться об этом служении и по возможности быть партнером этого удивительного служения. Вы можете не только помолиться Богу о росте этого служения, о том, чтобы Господь и дальше чудесами и знамениями сопровождал проповедь Его Слова в Днепропетровске и по всей Украине, но также вы можете и финансами своими принять участие в этом очень непростом, нелегком труде на Ниве Божьей. Слава Иисусу Христу! Все реквизиты, все есть на этом сайте Духовного Центра Возрождения города Днепропетровска. И, дамы и господа, дорогие братья и сестры, сразу после этого рождественского служения 8 января я собираюсь провести богослужение как в городе Киеве, так и в Ивано-Франковске и в Крыму. Прошу ваших молитв, святых, дорогие возлюбленные братья и сестры, и пожелаю Божьих благословений. Этот год, наступивший 12-й год, он по восточному календарю он назван был годом дракона, там, черного дракона и прочее. Но, в общем-то, этот мир, он безумствует. Мы, христиане, понимаем, что дракон это нехорошо. И как бы его сейчас вот так вот, я получал много этих открыточек всевозможных, его так мило, красиво рисуют. Знаете ли, такой мягкий, пушистый дракончик, такой дракоша. Да и мультики сейчас преуспевают. Детям внушают, что драконы, они такие хорошие, такие милые, мягкие, пушистые. Мы знаем-то, христиане, еще 2000 лет назад мы это уже узнали, что дракон это есть дьявол. И этот год, 12-й год, для нас является годом поверженного дракона. И Господь Иисус Христос, как тогда, так и сегодня, разрушает дела дьявола. Более подробно о годе поверженного дракона я расскажу попозже. Пусть Бог благоставит вас во имя Иисуса Христа, дорогие друзья. И в конце этой программы хочу благоставить каждого из вас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас. Аминь.